Всем привет! Меня зовут Маша. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет влог, начиная его с завтрака. У меня тут творог с клубничным вареньем, также тост, намазанный маслом и сверху сыр. И цикорий с молоком. Ну и всем приятного аппетита, когда тоже сейчас кушает. И хотела показать вам покупки, которые буквально вчера совершила. Их было достаточно немного, поэтому я решила, что не буду делать отдельное видео, а просто вам во влоге быстренько их покажу. Вообще покупки такие были спонтанные. Я, честно говоря, не планировала никуда заходить. Просто мы ехали на съемную квартиру, уже там прибирались, потому что на днях уже отдаем ключи нашим хозяевам. И все, уже окончательно переехали в квартиру к родителям. Ну так вот, и перед этим мы заехали в фикс прайс. Ну там ничего такого интересного не купили. Всякие моющие средства, там перчатки, широкий скотч, чего-то такое там. Ну, в общем, хозяйственные мелочи для уборки. Или там чего-то где-то подклеить. И, кстати, хотела обратить ваше внимание, что у них сменился пакетик. Он теперь стал такой симпатичный, на мой взгляд. Раньше это просто был пакет Майка с вот этим их логотипом. А сейчас, мне кажется, очень даже такой милый стал со всякими такими рисуночками. И что интересного я там себе приобрела, это вот такая вот визитница, мне кажется, такого прикольного цвета, фукси, на кнопочке. То есть она в виде кошелечка такого сделана. Я вам до этого показывала визитницу в виде книжечки. Вообще я хотела такую для того, чтобы хранить там диски для стемпинга. Но предыдущие мне не подходили по размеру, и там все вываливалось. А это именно то, что я хотела, то, что я искала. То есть вот я расположила все свои диски. То есть в одной страничке у меня получилось 4 диска. В одном отделении по 2. И мне видны все рисунки, которые мне нужны. И все достаточно компактно, удобно, практично. Теперь у меня это все не валяется. Лежит в одном месте и, на мой взгляд, удобно. Я еще хочу себе купить такой вот кошелечек. Ну, потому что диски у меня, как правило, пополняются постоянно. И также мне понравилось качество. Достаточно такое добротное, даже похожее на кожу. Так что вот этой покупочкой я довольна. Единственное, немного попахивала клеенкой. Ну, что сказать, китайское производство. Так, далее мы заехали в магазин обуви. И я себе купила там 2 пары. Одну пару я уже сегодня одевала. Они у меня стоят возле входа. Ну, соответственно, я их не буду уже показывать. Но это обычные классические черные сапоги на каблучке. Ну, обычная классика. Я чаще всего покупаю именно такие. А вот вторую пару я еще не носила. Хочу вам их показать. Это вот такие достаточно нетипичные для меня сапоги. Потому что, как правило, я всегда покупаю обувь на каблуке. Достаточно высоком. Но сейчас пока что я не могу носить высокий каблук. Из-за своего колена. Поэтому я купила вот такие на танкетке. Они не очень высокие. Коричневого цвета. Здесь такая вот складочка. Клепочки. И у них... О, боже, как отсвечивает софтбокс. В общем, у них вот такой мех. Достаточно толстые. Они такие теплые, удобные. И, в общем, я довольна. Правда, пока я их не носила. Но надеюсь, что они будут удобны не только так, как я походила по квартире. Но и потом во время прогулок. То есть, я их купила именно, да, на каждый день. Там гулять, в магазин ходить. Ну, или... В общем, как-то так. В принципе, довольна. Вообще, у меня всегда какие-то проблемы с обувью. Они... Особенно, что касается сапог. Они у меня очень быстро приходят в негодность. Хотя я достаточно, ну, на мой взгляд, аккуратно их ношу и ухаживаю. Но и покупаю всегда из натуральной кожи, с натуральным мехом. Если это зимняя обувь. Ну, и осенние тоже всегда покупаю кожаные. Но не знаю. В общем, как-то я, наверное, неправильно их ношу или не знаю. Поэтому, если выпадает такая возможность, я обычно беру сразу две пары. Так. И что касается косметических покупочек. Здесь у меня такие покупки. Я зашла в бьюти-маркет и купила шампунь Head & Shoulders. Густые крепкие, два в одном. Если честно, я такой не видела никогда. Он шел по акции, стоил 199 рублей. И я решила его купить. Ну, в принципе, они ничем не отличаются. Сколько я пробовала видов Head & Shoulders. Они почти все одинаковые. Немного различаются по запаху. Также я купила свою уже любимейшую тушь от Essence. Lash Money Reloaded. Я подсадила на нее уже свою маму, свою сестру. И, кстати, взяла две последние. Одну своей маме, соответственно, и другую себе. Так что тушь классная. Кто еще не пробовал, очень вам рекомендую. За свою стоимость. Вообще делать потрясающий результат. Так. И в Ревгошу мы заехали. Если честно, я целенаправленно там шла. Так, у меня тут все завалилось. Целенаправленно шла за вот этими средствами. Это топовое покрытие от Eva Mosaic. Называется Glass Shine. Это топ сушка. Хотя, кстати, здесь не указано, что это сушка. Но на самом деле она просто очень классно высушивает целую кучу слоев лака. И стемпинг, и все на свете. Поэтому мне очень нравится. Придаёт шикарный блеск глянцевой ногтям. Единственное, здесь заявлено, что она продлевает стойкость маникюра. Это я бы не сказала. Но для меня это не проблема. Я достаточно часто меняю маникюр. Поэтому я очень довольна. Взяла сразу две штуки. Я уже не знаю, какие это у меня по счёту флакончики. Потому что очень люблю эти средства. И, кстати, сейчас вот такой вот у меня маникюр. И как раз хотела вам показать вот эти стразы с Алиэкспресс. Которые я показывала в покупках для ногтей. То есть, вот как видите, они не очень блестят. То есть, они такие как матовые, немножечко мутные. Похожие просто на стекляшки. То есть, они не переливаются, как стразы сваровские там. Ну, собственно, там их около тысячи штук. И стоили они сущие копейки. Поэтому чего следовало ожидать. И вот у меня один немножечко поломался ноготок, к сожалению. Дальше для ногтей я купила вот такое вот средство. Опять-таки от Ева Мозаи. Комплекс Кеа, это именно для ухода за ногтями. Это база под декоративный лак. У меня уже такая была. Опять-таки, то есть, я купила такие проверенные уже средства. Не могу сказать, что прям супер укрепляет ногти. Но достаточно неплохая. Быстро сохнет. И предотвращает окрашивание ногтевой пластины в там желтый цвет или зеленый. Да, смотря какой декоративный лак. Поэтому мне, в общем, нравится. Хотя у меня достаточно много баз. Эту я купила на запас. Раз уж была в Ревгоше, думаю, надо купить, чтобы была. Так. И также от Ева Мозаи купила помаду, которая опять-таки у меня уже была. Это серия Shine Up Star. Оттенок 0,4. Очень красивый персиковый розовый. Тоже купила на запас. Это скорее на лето, на весну. Потому что эта помада блеск. И она отлично уважняет губы. И красиво мерцает на них. И также у нее срок годности до 2017 года. Так что я еще успею его пользоваться. В общем, классная помада. Мне нравится. И последнее, что я купила. Это туалетная водичка Carambar. Carambar. Не знаю, как правильно читается. Но, в общем, продаются они в Ревгоше. Стоят на таких стендах. Позиционируются как французский парфюм. Мне, в принципе, нравится. У меня было уже несколько таких. И в том числе вот эта. Я уже рассказывала о ней в каких-то покупках. С удовольствием использовала ее. Все 30 мл. Кстати, переводится вот эта вот Carambar как карамель. И действительно, это туалетная вода, которая пахнет и ванилью, и карамелью, и фруктами. И, в общем, какой-то безумной смесью вот этого вот. Похоже на экзотические фрукты с сожженым сахаром. Что-то такое. В общем, достаточно сладкая. Даже приторная водичка. Больше подойдет, конечно, опять-таки на весну, на лето. Но я люблю такие запахи. Веселенькие, которые поднимают настроение. Такой позитивчик во флаконе. Поэтому, в общем, купила. Она стоит около 400 рублей. И достаточно стойко для своей стоимости. Поэтому вот такие у меня были покупочки. И то, что не относится к покупкам, но меня некоторые просят показать, какую литературу я читаю. Я решила рассказать вам о такой книге. Автор Дмитрий Вересов. Называется она «Семейный альбом». Вообще, это такой цикл книг. Это трилогия, стоящая, соответственно, из трех книг. И вот у меня книга «Летописец». Я ее прочитала еще меньше половины. Но мне очень нравится. Такой достаточно захватывающий сюжет. Здесь рассказывается история трех семей, которые произошли в разное время, в разных странах. То есть, в разное время, начиная со времен революции и заканчивая нашим временем. И самое интересное, что все эти истории, они между собой как-то перекликаются, они связаны. И вот именно очень интересно вот это читать и наблюдать за тем, как та или иная история встретится с другой. То есть, как-то очень интересно так все запутано, можно сказать. Но этим и привлекает эта книга. Вот так вот здесь выглядит сзади. Ну и, соответственно, вот у меня закладочка. Это открытка, которая пришла в посылке от «Элькоразон». Кстати, планирую в следующее видео наконец-то сделать обзор на эту посылку, потому что уже практически все протестировала и попробовала. Девочки, хотела вам рассказать про вот такие кольца, которые мы заказывали моему мужу на сайте Алиэкспресс. Это кольца из сплава, который называется «Корбид Вольфрама». Возможно, вы слышали, это самый прочный сплав на Земле, который не гнется, не царапается и остается в первозданном виде практически всю жизнь. То есть, он очень износостойкий и он тверже, чем сталь, чем платина, титан, ну и тем более золото. В общем, я услышала об этом сплаве, об изделиях из него в группе ВКонтакте уже, не помню какой, но, в общем, меня заинтересовало. Я нашла на Алиэкспресс такие кольца, моему мужу очень понравились. Они такие достаточно грубоватые, хотя есть и женские варианты, более аккуратные и женственные, со всякими рисуночками. Но мы решили сначала мужу заказать. И там была европейская таблица размеров, мы немного не поняли. И я связалась с продавцом, спросила, вот если у нас российский размер кольца 19, ну вот у мужа, какой нам лучше выбрать. И она нам посоветовала, по-моему, 11. В итоге он пришел вот таким вот огромным. И это, наверное, российский 21 получается. Я написала об этом продавцу, и она предложила, чтобы мы заказали правильные размеры, и она предоставит нам 30% скидку. Я согласилась, и что вы думаете, перед тем, как мне сделать снова заказ, она повышает стоимость кольца как раз-таки на 30 или даже 40%. В общем, получилась такая недобросовестная продавщица, эта женщина. В общем, совершенно она нам не понравилась, и мы решили у нее больше не заказывать. И заказали в точности такое у другого продавца. Я оставлю ссылку, если кому-то интересно. И вот уже пришло нам правильного размера. Это получается размер 9, то есть соответствующий российскому 19. В общем, муж очень доволен, с удовольствием носит его уже, наверное, месяца 4. И носит его вместо обручального кольца, потому что он у меня ездит на тренировки, на страйкбол, и он уже золотое все покоцал, поцарапал на этих тренировках. Поэтому он одевает именно на тренировки вот это вот кольцо. Он на самом деле очень классно смотрится, и многие спрашивают, может быть, это белое золото, или даже платина. Действительно, ну, конечно, оно грубоватое, да, но, мне кажется, для мужчины очень даже представительно смотрится. Мне нравится. Хотя, конечно, вот многие считают, что нужно носить обручальные кольца, те, которые вы одели друг другу в ЗАГСе, да, при регистрации. Но я как-то не особо в это верю. И иногда, ну, соответственно, он в обычной жизни носит золотое, а на тренировки, ну, и вообще в последнее время он любит больше это. Единственное, что оно широковатое, и достаточно тяжелое такое по весу, поэтому к нему нужно привыкнуть. Вот, но, мне кажется, смотрится достаточно симпатично. Я даже думала себе такое заказать, но именно женский вариант, там есть и под золото. Ну, соответственно, это карбид вольфрама покрашенный, ну, и он может, наверное, облезнуть. Ну, если это, конечно, не золотое покрытие. И стоит оно в районе 600 рублей, такое кольцо. Может быть, сейчас дороже, потому что все цены сейчас повысились. Ну, в общем, вот такие дела. Вот это кольцо я, наверное, отдам папе. Оно ему, в принципе, хорошо, но сомневаюсь, что он будет носить. Он вообще не очень любит кольца. Поэтому, ну, не знаю, может быть, просто будет у него лежать. Ну, вот просто захотела вам рассказать про вот такой вот сплав. Покажи девочкам свою ручку. Волосятую. Так, сейчас кольцо у него. Ну, Леша, держи нормально руку. Вот так. И вот так это колечко смотрится на руке у моего мужа. Продолжение следует...